Пока диагноз окончательно не подтвержден, но все меры предосторожности уже приняты. В ночь 21 на 22 марта в инфекционное отделение районной больницы поступил мужчина с подозрением на сибирскую язву. Его поместили в отдельный бокс и оперативно провели все противоэпидемиологические мероприятия. В администрации округа провели вне очередную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Начальник Сергея Посадского отдела Роспотребнадзора Юлия Бойкова рассказала, мужчина приехал в округ из Чувашии, где были появлены трое заразившихся. Он находился в контакте с лабораторно подтвержденным, как потом выяснилось, больным сибирской язвой. Участвовал в забои и разделке зараженного животного. И у него были выявлены клинические признаки, с чем его и положили в инфекционное отделение. На следующий день был госпитализирован еще один мужчина, который приехал вместе с первым заболевшим в наш округ на заработки. Пока диагноз у обоих окончательно не подтвержден. Первые тесты дали отрицательный результат. Но основной биоматериал проверяют в лаборатории в Мытищах. Результата окончательного у нас нет, поэтому диагноз будет подтвержден либо снят только когда будут у нас лабораторные данные. Кроме того, были выявлены двое контактных лиц, за ними установлено наблюдение. Контактные, которые находились на территории Пересвета, я взял подмет наблюдения 94-й медицин-часть и установил за ними наблюдение. Контактные, которые проживают на территории Сергея Посада, за ними установлено наблюдение Сергея Посадской районной больницы. Важно отметить, что сибирская язва не передается от человека к человеку, а только через контакты с заболевшими животными или зараженным мясом. То есть распространения такого у нас быть не может? Да, очага у нас нет, у нас нет этого зараженного животного, у нас нет зараженного мяса, поэтому опасаться не нужно. Вот это вот самое главное, чтобы у нас люди понимали, что они сейчас не заразятся. Тем не менее, в округе уже проводят внеочередные проверки сельхозпредприятий и личных хозяйств на соблюдение графика вакцинации от сибирской язвы. Ситуация находится на контроле у регионального Минздрава и Роспотребнадзора. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайщиков, программа «События». Спасибо. 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 Спасибо.